Я один раз потусовался с друзьями на выходных, тоже я следующий месяц, гармония и уединение. Ну всё правильно, с друзьями разок увиделся, всё, до встречи в следующем году. Настоящая красота, а не голые задницы. Кто пишет, нереально вкусно. Ммм, бабушкины пирожочки. Причём тут вообще голые задницы, зачем этой фразой испортили такой прекрасный мем? Зай, ты же понимаешь, что с твоим ростом, если я подарю тебе кольцо, ты его по инерции отнесёшь в Мордор. Так, подожди. Ну если не закричит, моя прелесть, то уже хорошо. Прокат электрокаров зелёная миля, пересядь на электричество. Ах, блин. Аж в комнате потемнело. Это правда. Фильм грустный, кстати. Ну, собственная книга, наверное, я книгу не читал. Ну, оригинал это зелёная миля Стивена Кинга, книга. А фильм вообще там в топе лучших фильмов всех времён. Но очень грустный. Заказал одну видеокарту, а пришло вот сколько. Нифига себе. Санёк, проснись, ты обошался. А, ну всё понятно. Как он сделал фотку во сне? Это я, приехав в свою родную провинцию, иду покупать лавандовый раф на миндальном молоке. Где? У тёти Гали в магазине с надписью продукты. Теперь мы можем заваривать ещё и борщ. Кто пишет? Борщерак. Да, да, да. Борщерак. Сираноды борщерак. Препод, что вдохновило тебя на написание такого сочинения? Я дедлайн. Хе-хе. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Битховен. Новый альбом. Ох, Олег. Что ты, блин, такое? Кто пишет? Вот же дебил, это ж фильм про собаку. Битховен. Неплохой никнейм для битмейкера. Наверняка такой есть. Какой нафиг Вин Дизель? Вот лучший гонщик моего детства. Тирем, тирем, тирярем, 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 тирярем. В натуре жиза. Спасибо. За такую цену сама отворю. Шестьсот двадцать четыре рубля. Ого. А, это азбука вкусом. И когда в Москве были, заходили в азбуку вкусом. Капец, там всё дорого. Мы такие зашли, такие посмотрели. Да, и пошли в пятёрочку напротив. Зашёл в ветеринарку. Это собака. Что? Да какая это собака? Это волкодав. Кто-то пишет, как эта крошечная собачка может давить волков-то. Ей волки давятся. Поскользнулась на льду, но меня подхватил проходящий мужчина. Всё могло быть как в кино, но он не пригласил на кофе, а сказал, под ноги, блин, смотри. Жентльмен. Друзья, из-за переезда на первый этаж отдаю свои металлические шары для ночных перекатываний по полу. Состояние хорошее, звук отличный. Заберите, пожалуйста. Максимальный ретвит. Кто пишет о любимый воскресный перфоратор, о каблуке, о плачущей дети. Зажал, гад. Не металлические шары должны оставаться в квартире, а не переходить к новым владельцам квартиры. Тут на кухне спрятан код. Я лично нашла всё, кроме кота. Вы видите его? Ща поищем. Поставим на паузу и поищем. Я не нашёл. Насколько вы довольны услугой роуминг от, ну, какого-то оператора? Ответьте числом по шкале от 0 до 10, где 10 полностью довольны, 0 абсолютно недовольны. 0. Неправильный ответ. В гостях у друзей увидела такую подачу мясной тарелки. Прикольно, но потом, когда мясо съедят, кукла же будет голожом постоять. Не кажется ли вам, что синица это просто платный скин для воробья? Как жители Владивостока представляют себе мир? Владивосток, Токио, Сеул, Пекин, Москва. Каждый раз, каждый раз. Сыр маскарпоне за 5 минут. Прошло 10 часов, сыр маскарпоне готов. Прошло 10 часов. Скинешь фотку? Какую? Ну, а какие фотки обычно кидают в 3 часа ночи? Голая RTX 3090. Самыми популярными паролями россиян в 2021 году стали QWERTY123 и 123456. Также в топ вошли и Тукен, пароль и привет. Впрочем, как и в любом году. Можно просто цифру года каждый год менять и всё. Я кс-кс-кс-кс. Моя кошка услышала 18 матерных слов в одном предложении. Блин, надо запикать. Фантастические твари и почему они звонят на телефон вместо того, чтобы просто написать в мессенджер? Твою ж дивизию. Уважаемая вселенная, когда в резюме я писал, что моя сильная сторона это стрессоустойчивость, я просто соврал. Чё сразу принимать это как вызов? Всё, хватит, отмена. Ну, пожалуйста. Почему мне никто не сказал, что самое трудное во взрослой жизни это придумывать, что приготовить на обед или ужин каждый день? В течение всей жизни. Блин, по-больному. Ну, сидят ребята 12-13 лет, обсуждают игры. Подожди, сидят 12-13 лет или ребята 12-13 лет? Ладно. Я слышу урывки и подхватываю разговор. А дота ж в стиме бесплатная, да? Да, но... Пацан драматично вздыхает. Там платишь другим. Чем? Своей жизнью. Я не плачу, это дождь. Да, нервами ты платишь очень сильно. Причём, как правило, тебя доводят не враги, нет. Тебя доводят твои тиммейты. В доте по-другому не бывает. Либо ты тот тиммейт, который орёшь на других, либо ты тот тиммейт, на которого орут остальные. Я терпила. Каждый раз, когда думаю, что хочу завести попугая, которого можно научить говорить, я вспоминаю свою знакомую, у которой попугай ночью сказал загадочным мрачным голосом. Никто отчуда не выберется живым. В мире 7 миллиардов 836 миллионов 525 тысяч человек. Игнорируйте их так же, как проигнорировал эти цифры. Ха, а я не проигнорировал. Я прочитал, вообще-то. Потому что все важны. Идеальный график работы. Время работы с 9 до 5, перерыв на обед с 12 до 2, технические перерывы с 10 до 11, с 16 до 17. В выходные дни, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Среда, санитарный день. Кто пишет 4 часа, 2 раза в неделю, плюс отпуск 360 дней. Нет, это не отпуск, это вообще-то выходные. Отпуск отдельно ещё брать можно. Я не из тех людей, кого мотивирует конкуренция. Я из тех, которые думают, вот у тебя получается лучше, чем у меня. Капец ты молодец. Ну и пошёл ты нафиг. Я тогда этого говно вообще делать не буду. Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Женщинам, лишь бы надобавлять товаров в корзину и сидеть смотреть. О, жизнь максимально. Алена любит так делать. Надо будет ей этот мем отправить. А, стоп, это же она мне его и прислала. Я в детстве. Вот бы всегда есть только конфеты и чипсы. Когда вырасту, буду питаться как хочу. Я сейчас. Мать, шубчик организуй. Эм, птичка киви. До связи. Когда надеваешь что-нибудь неброское, тупо сбегать в магаз за картошкой. План на день Святого Валентина. Завтрак в постели, шоколадки, просмотр фильма, ужин на двоих. Сокрушаться, что съел в одиночку два ужина. Чем не план? Препод, рассказывающий о своей личной жизни. Студенты готовы слухать что угодно, лишь бы не его лекцию. Я ложусь спать голодным. Мои сны. Через год сын в армию пойдёт, уже жду родительский чат от командира части, что дети поели, столько раз отжались и сколько денег на новые шторы. В древности считали, что новая изба заберёт жизнь первого вошедшего в неё. По этой причине не стоит торопиться и первым следует запустить риэлтора. Приемлемо. О, Ануча. Это косплей на унесённый призраками, да? Да, да, да. Кто пишет, а ведь это next level косплея. Обычно косплей от одного персонажа, а он тут и персонажа, и хрюшку, и даже кусок забора закосплеил. Браво. Ну, потому что это Ануча. У нас выходило несколько подборок с его косплеями. Очень крутой чувачок. Одно из преимуществ быть взрослым, можно при чистке лука снять на один слой больше, и никто не будет тебе за это выносить мозг. Кайф. Да, я тоже, когда сам готовлю, я снимаю на один слой больше. Но не люблю я вот этот внешний слой, он невкусный. Задача для ребёнка четвёртого класса. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. У Евгении и Николая есть дочь Наталья. У Геннадия есть брат Сергей. Как зовут родителей Елены и Антона по имени-отчеству. Ээээ, ну там должны быть вообще-то Антоновичи. А, родители Елены... Ой. Что? Зуб мудрости, если ты такой умный, блин, куда ты лезешь? Без очереди. Крутая упаковка. Кто пишет домик для птичек, самая классная идея. Решила называть квартиру моей подруги Кате словом «катюшник» и дружить только с теми людьми, которые будут с этого смеяться. Психолог, хвалите себя каждый день. Я. Какой ты молодец. Проснулся в три часа дня. Просто молодец. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. А также не забывайте приобретать нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир», которая доступна во всех книжных магазинах вообще-то. Ну, либо можете просто найти в интернете «Привет, мир, Алена и Алексей Сова» и заказать где вам удобно, хоть на Озоне. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»